Валерий Костянович, я счастлива, что у меня хоть что-то взошло из стратимифицированных семян. Сама-то я не умею готовить семена, но хочу научиться. Прошу посоветовать, что дальше мне делать с растениями. На зиму надо укрывать, но если вещь идет о морах, о сливах, у сурийской это та же китайка, поясные вишни хорошо растут. Это нормально для первого раза. Вот ничего укрывать не надо, ясно? Вот, из 8 манчжурцев по 50 сантиметров, что-то слабенькое. Ну ладно, только фотографий нету, а так-то письмо есть, фотографий нету, но уже достаточно знать размеры. Расстояние между манчжурцами от 5 до 20, я поняла свою ошибку, сеять надо. Да не ошибка это была, но кто бы знал, что так дружно взойдут. Вот и все. Всю жизнь мечтал насадить фруктовых деревьев. Сейчас так было небольшое. Внимание, на болоте, после очередного подтопления муж тиханул, и сбылась мечта поменять дачное место. Вот так. Теперь у нас сухой участок, больше 10 соток. Картошку садить бессмысленно, полочник ест ее, и решил я садить в сад, надеясь на вашу помощь. Я зацепился за картошку. Знаете, я не специалист по картошке, но я никогда не упускаю возможность высказать свое мнение. Вот. Положительный результат я должен рассказать, отрицательный должен. Итак, примерно лет 20 назад, да, в это время, вдруг, а у нас же как, обезьянщине, кто-то как попугает, твердит, а кто-то обезьянщине. Популярнейший на тот момент журнал, я уже устал его пинать, преподносит к нам новую технологию выращивания картошки. Называется Голландская. То есть, картошка садится не как мы, мужик, как ямку выкоп, вспоминайте. Ну, вначале мы перекапываем почву, потом делаем ямку и туда ссорим картошку. И когда она вырастает, мы ее еще окучиваем. И вдруг, ну, кто бы, где же нам тупым, мы же шагисток делали, да. Вот. И мне уже было на тот момент 50, 45, 50. А я же такой же, как все, вот что думаете, я показал вам деревья с этими, с искалеченными, с отрезанными ветками, искусственным штампом. Это же тоже я. Я же тоже делал все механически. И картошку садил, и вдруг открытие, голландский этот метод. Сейчас я специально про это говорю. Голландский метод так просто посадить-то надо, не так, а, во-первых, насколько легче. Положили ее на землю. Все. А сверху сделали, этот, как называется, гряду. А некто, или еще можно сделать гряду повыше, то есть уже сделать гряду, но более капитально, а в ней уже копнуть ямку и положить картошку и закопать. То есть получается, картошка или на уровне земли, один вариант, не под землей, не под горизонтом, или даже выше, то есть висит в воздухе, но все-таки это. И нам обещали сумасшедшие урожаи. И я дурак дураком делал один к одному. Там подробно было все разрисовано. Я посадил соток, а мы же тогда, ну ладно, хоть трактор, не сами, а трактор скопал эти 10 соток, дальше сами. Вот. Посадил я там 2-3 мешка картошки на 10 сотках и собрал я ровно столько, сколько посадил. Ну, например, не помню, но 2 мешка посадил, 2 мешка собрал. Вот. То есть каждый раз находилась одна картошка старая и такого же размера одна молодая. То есть та полувигода. Она даже не сгнила, я бы кушать можно было, та, маточная. Почему? Потому что получилось, что они в этой гряде не... Дождей у нас не было, у нас их срода никогда не было в Хакасе. Это этот год исключение. Вот. И хоть бы вот тот, кто научил нас, дураков, и меня в том числе, дурака, голландскому методу и 10-кратно обещал это самое урожаи, по сравнению с старшими, скромными, российскими, не черноземными, вот. Хоть бы написал, что там, где у засуха, это норма. Если бы написал, у вас, допустим, с 5 лет 4 засуха, то вы все это, и 4 года будете садить одну и собирать одну, и это значит, что вы это, в сумме за 5 лет, а один год польют дождем нормальным. Каких чертов, мы же не можем бегать, поливать-то? Мы же работали. Картошку, как посадил, так забыл до осени. Какая есть, такая есть. То 1,3, то 1,5, хорошо, если 1,7. Это в нашей Хакасе. А тут 1,1. Вот эта вот дурь, что не предупредили, что там, где засуха, там это бесполезно. И мне надо было сперва совершить тупейшую работу, потерять время, деньги, вот. Потому что это же одну посадить, одну выкопать, это только в сумасшедшем доме должно быть. И только тогда-то я понял, что она же не может, ее же... Почему у нас засуха наросла? Потому что она под горизонтом, худо-бедно, но там же все равно сырее. А здесь в воздухе висит в сухом, это же гряда, она сухая. Это потом, когда я стал садоводом, я уже говорю, раз уж вы садите на холмы, так поливайте, поливайте. Потом корни выползут за пределы холма. И вся вода, которая будет сверху литься, она будет сползать, стекать с холма. И там, где корешки... То есть вначале холм это минус, ну не полностью минус, а один из... То есть один из... Если плюс есть минус, то минус, что холм-то высыхает. Но это касалось уже потом, когда помню. Ну целый год, десять соток-то. Только потому, что кто-то сказал, переходите на голландскую технологию. А мы же простые люди. Мне сколько лет перестраиваться в садоводстве пришлось. А здесь, конечно, целый год потерял. Что потом опять начал садить, как всегда. В ямку. Какие к черту эти гряды на верхушке. Пу! Так, ну что? Высек себя, как там вдова, как у этого гоголя. Так. И стал бы я это говорить, проволочек есть. Если у вас такие места бывают, да. Где, например, вот тот самый голландский способ, который для хакасии, это глупость и дикость. В каком-то месте, если вдруг, допустим, вы бы посадили по голландской технологии, проволочек уже не было бы. Поняли, да? Но это опять раз на раз не приходится. Валерий Костянович, мне очень понравилась ваша трактовка мероприятий. Валерий Костянович, мне очень понравилось, если я говорю, что все эти книги надо в туалет на гвоздик вешать, если бы не было туалетной бумаги. Потому что они неудобны для этого, для потирки книги. Лучше прямо в туалете оказаться или в костре. И еще я более нежно стал отвлечиться к муравьям. Вот видите, спасибо за науку. Книгу еще не прочитала. Попробую выросить много чего хочется. Срок годности, Семен, какой? Про срок годности я все скажу. Больше двух лет я хоронил больше одного года, то есть два года, два срока точнее, в холодильниках и в погребе только абрикосовые семена. И штрафированные, перележавшие еще были, там, допустим, полтора года. Это могли быть груши, вишни, вот эти, да. Ну, мы же это проходили. А вот что касается третий год, говорят, что может быть третий год. Я про те же абрикосовые косточки. Почему меня и вас это касается? Многие говорят как, ну я еще выращу дом, потом посажу сад. Но я и сейчас не могу. А у меня, допустим, в этом году такой, что вышедший уже абрикосов, но я потом еще всем покажу фотографии, вот, о зависти в улете. А в следующем году вот уже какое-то предшествие, а может просто не быть. Я с легкой душой буду этими же, не скрывая от вас, так и будет написано 2019 год, вот. Не скрывая от вас, в 20-м году, то есть с осени 20-го года, может быть, будут эти же косточки продавать, которые сейчас собрал. А собрал от 50 тысяч до 100 тысяч. Но собрать собрал. Так, теперь, вы упомянули нежных муравьям, еще расскажу, я повторяю этот снимок. Господи, вот это вот страшное проклятие, что культурный сад, это значит, это умнейшие люди мне доказывали, что это надо изувечить дерево, изувечить почву, уничтожить муравьев, уничтожить грибы, уничтожить червей уничтожить, вы понимаете, червей уничтожить. Уничтожить лесу, уничтожить скошенную траву, костры, 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 да. уничтожить все ветки растущие вверх, вниз внутрь 9 ветов я даже запомнить себя не могу какие надо уничтожить волчки и прочие жрущие все это уничтожить и тогда когда вот это все полностью взять нормальное дерево законы одни в лесу и в саду самое главное это дать дереву развиваться и вот это вот почему-то культурный сад это надо его закормить, залить водой вот все надо пропустить через зад для того чтобы что-то вырастить а потом удивляемся что у нас только все привозное ладно представьте себе величайшую глупость что вот это считать вредным и уничтожить этот муравейник представляете? нет а в саду? еще раз, подвиньте муравейник если что-то пошло Хольцер величайший садовод мира он муравейники завозил у него были неприятности я книгу его читал у него были неприятности с этим вы знаете как там относятся? он перенеся муравейник из леса он нарушил экологию у него такие проблемы были вот это вот я взял фотографию очень удачную видите вот эта рана она не то что естественная но здесь обломилась ветка и она заплыла комедию сейчас что требует наука на полном серьезе потому что ученые с учеными степенями вот они грешны тем что каждый из них когда-то написал что когда вы видите их тысячи когда вы видите морозобойную или рану на дереве все это надо вырезать и кометь назвали болезнью и вот сейчас нужно взять инструмент ну примерно такой какой у столера у плотника поняли да ну что бы здесь подошло ну стамеска и все это вырезать дерево уже залечило рану оно будет жить еще сто лет возможно но это лес вот а теперь переходим в сад вот это моя вишня заметьте раны больше нет это кометь лечебная я вынужден повторяться еще буду повторяться хоть еще 10 человек спасет свои деревья ничего не деланем спасет вот так вырезать потом протравливать помните как я издевался над коровьим дерьмом которым надо замазать рану сделать рану свежую вот ну представь себе палец да выдели ранку взяли острый нож вырезали ну она может гнить да эта ранка вот она сама бы зажила взять нож сделать маленькой раны большую и это самое дерьмом замазать у себя не представляете у деревьев 21 век свежий я же много сгорелся над этими специалистами вспоминайте вот вам пожалуйста не трожьте это дерево это лечебная смола еще раз говорю как в лесу так в саду как в лесу так в саду ну еще ну попробуйте вот эту рану теперь ну что это это даже это даже если аккуратно убрать уже не получится вы можете только если вы начнете бороться с этой комедии возьмете нож вы только искоречите дерево а это кто ну знаете персих да да мороз да неукровной да все ну попробуйте его вырезать уже лучше сразу здесь отрезать потому что вот это бороться бесполезно это все будет выше это лечебная это будет уничтожено если убрать комедий ну как еще толдычить ну как вот это а здесь засыпать штамп снега вот тысячи это публикаций засыпать то есть вот здесь отовсюду вы должны собрать снег и вот так засыпать перед вами береза да вот вы видите я не говорю почему ранг образовалась есть три причины ой ранг ямка образовалась три причины ну то есть какие к черту закапывания штампов откапывания в одних случаях а как это самое я вам ниже покажу в других случаях ну есть деревья которые терпят сырость но не терпят мороза вообще перевез на тысячи метров на север ну уже закопай это касается очень редких только видов а большинство оставьте их в покое кстати береза белая кто не знает вот в ней надо чтобы солнечные лучи скользили и отскакивали вот обелить деревья величайшая глупость потому что они теряют тепло вот это вот самое северное из всех когда-то на земле это я говорю я не читал никогда мне достаточно до меня природа это открытая книга если я наобратно вижу береза белая а я это в норильске березы растут лестницы березы больше ничего нет для меня береза это арктический житель который пошел не с юга на север а с севера на юг вот где-то есть черные штамбы на большинство деревьев особенно плодовых темную кору иметь для того чтобы впитывать особенно на севере да морозобоины но зарастают сами 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 не колесе деревья вот вот это вот